Приветствую, друзья! С вами ваш Невермор, и мы возвращаемся к нашему отморозку Тоби на его новую замечательную базу. Конечно, не все домики ещё достроены, но в целом оборона наша уже крепка, и мы можем начинать переезд. Но для начала, нас сразу же, как только я снялся с паузы, встречает первый ивент этого эпизода. Некая волшебная девушка по имени Кастанеда терпит крушение на спасательной капсуле неподалёку. Помимо того, что Кастанеда потеряла свой корабль, она ещё и страдает от знакомой нам Апазии, которой пребывал в своё время наш красавчик Дай. Самым же главным и неприятным симптомом Апазии, как мы помним, является то, что колонист не сможет двигаться в течение множества дней. И, конечно же, о нём всё это время придётся заботиться. С другой стороны, Кастанеда готова внести посильную лепту в развитие нашей колонии, как только вылечится. Но вот остаться она потом хочет на постоянное проживание. К несчастью для этой барышни, такая неизвестность нас совершенно не устраивает, поэтому этот квест мы отклоняем. Хотя это и вызывает маленькую негативную реакцию нашего Тоби. С другой стороны, у нас всё ещё есть активное задание про Митсую и её вулканическую зиму. Ну и здесь же, дамы и господа, я почитал ваши комментарии и вижу, что большинство всё-таки против того, чтобы Митсуя присоединялась. Кому-то не нравится то, что мы не знаем её параметры, кто-то видит, что она политик, а значит будет очень слаба в ручном труде. Ну а в отдельном комментарии я прочитал, что Тоби не нужна женщина, ему нужна крепкая, суровая мужская поддержка, скажем так, от другого мужчины-колониста. Так что Митсуя к нам тоже пока что не вольётся. Ну а мы продолжим всё дальше и дальше застраивать нашу базу и переносить всё, что можно перенести на новое место обитания. Начнём мы, пожалуй, с окончательного оформления нашего каменного цветочка. Как мы видим, для этой застройки нам нужно немножко сланца, которого нам не хватает, но, к счастью, сланец находится прямо рядом с базой. В довольно больших количествах, чем Тоби, конечно же, сразу и займётся. Также нам нужно будет немножко сбрить лишние камешки на Северной горе и чуть-чуть заровнять зону выхода из нашего будущего киллбокса. Конечно же, одним хорошим ивентом мы не обошлись и следующим Рэнди посылает нам гул, который влияет, подумайте сами, на всех мужчин нашей колонии. Конечно же, Тоби будет подвержен, а значит, сильно напрягать его работы мы пока что не будем. Пускай занимается делами по мере своих возможностей. И, конечно же, не забывает отдыхать. Кстати говоря, об отдыхе. Мы, пожалуй, построим ещё один колышек для метания здесь же рядом с базой, чтобы Тоби в поисках развлечений не бегал далеко на Север. И похоже, что сегодня просто день ивентов, потому что они следуют один за другим. На нашу карту падает капсула с психологом по имени Диана, которая всем своим видом просто кричит о нежелании присоединяться к нашей колонии. Мало того, что у неё не в растении противный голос, так она ещё и не способна к кулинарии. Полезных вещей у неё с собой нет и никакой фракции она не относится. К сожалению, Диана погибнет, даже незамеченная нашим красавчиком Тоби. И как будто это прогневало местных богов, на нас набегает грозовой шторм. Хотя, если подумать, то на ледяной карте это наименее опасное событие. Что же, добыча необходимого материала много времени у Тоби не заняла, а значит он может ворваться сразу же в постройку. Со своим шестнадцатым уровнем строительства Тоби просто не допускает ошибок, и наша база начинает приобретать уже законченное выражение. Как видим, все помещения готовы, и как только Тоби отдохнёт, мы начнём наш переезд. И начнём мы его, конечно же, с энергосистемы. Как мы все прекрасно знаем, ни ветряки, ни солнечные панели не переносятся, поэтому на старой базе мы их просто демонтируем. Ну а по месту мы поставим новые, тем более, что залежи стали у нас здесь есть, а компонентов у нас в большом запасе. Начнём мы с одного ветрячка, для которого, конечно же, придётся сбривать немножко горы, а значит строить мы его будем во вторую очередь. И, конечно же, сделаем парочку солнечных панелей, которым ничего не мешает, а значит построить мы их сможем сразу. Ну и, конечно же, проложим кабель. Тем временем к нам, кстати, забегают гости, которыми мы опять же можем немножко поторговать. Тем более, что забегают они уже на нашу новую базу. Хотя, сразу поторговать и не получается, потому что Тоби немножко впадает в истерику. Неприятно, но в любом случае истерика это не ступор, а значит жить можно. Ну и ещё в комментариях вы сказали годную мысль, что, в общем-то, по количеству мяса мы можем переходить на приготовление вкусных блюд на постоянной основе. И, пожалуй, что мы так и сделаем. Мы установим число приготовленных вкусных блюд до 10. Для одного нашего Тоби это будет достаточный запас. Ну и возвращаясь к переезду. Гидропонные бассейны, как мы знаем, тоже не переносятся, а только разбираются и пересобираются. А значит нам придётся поставить новые. Что, конечно же, совершенно не проблема. Места для них у нас будет вполне себе достаточно. Тем более, что стол для резки камня мы снова выносим на улицу. Ну а солнечная лампа временно станет на месте будущей геотермальной установки. Кроме того, мы, пожалуй, организуем новый склад на новой базе и перенесём сюда все наши ценные вещи. А именно еду, медицину, если она в будущем появится, и, конечно же, 38 компонентов. Хотя для ускорения процесса постройки солнечных панелей Тоби добудет немножко компонентов по месту. Тем более, что лишними они точно не будут. К счастью, со Сталией у нас совершенно не будет никаких проблем, потому что на новой базе её просто огромная-огромная жила. Остаётся только добывать своё удовольствие. Но чтобы удовольствие не было слишком сильным, Рэнди Рандом посылает нам агрессивный ивент этого эпизода. На нас нападают очередные агрессивные животные. В этот раз, на удивление, это целых два агрессивных котика. Похоже, что Рэнди начинает поднимать планку от зайчиков и немножко повыше. Конечно же, мы не боимся, а уверенно продолжаем работу. Пока наш Тоби испытывает раскаяние, мы можем несколько растянуть границы допустимой переработки. И это очень даже хорошо. Нам как раз таки хватит времени закончить с обеими солнечными панелями и провести кабель до нашей базы. Тем более, что первый котик уже погибает на первой ловушке и второй следует прямо за ним. Ну а поскольку нашему Тоби всё время приходится передвигаться между верхней и нижней базой, мы потихонечку будем этим пользоваться и по чуть-чуть переносить наши вещи. Например, переставим наш шахматный столик и стульик к нему в новую комнату Тоби. Ну и конечно же, перебросим на новую базу 38 наших компонентов. Они очень даже пригодятся на постройку новых гидропоник. Кстати говоря о гидропониках, мы вынесли свой урок из нестабильного получения электричества и конечно же сразу поставим новую систему аккумуляторов. Сделаем мы это, пожалуй, в верхней комнате. Стоит заодно заметить, что Тоби не только шикарный строитель, но и замечательный эксперт-шактёр. Его уровень горного дела повысился уже до 12, и сталь он добывает со скоростью заправского стахановца. Ну и первый аккумулятор Тоби завершает довольно быстро, а значит с утра по утру пораньше он уже начнёт собирать энергию. А пока всё идёт своим чередом, к нам приходит новое задание. Лидер фракции Оранжевые Единства просит нас об одолжении. Её подруга, некто некомбар, интересуется изучением других культур и хочет, чтобы мы приняли её у себя в Тоби Лэнде на неопределённое количество дней, что-то около 17. За это мы можем получить довольно существенные награды. Первую мы, конечно же, сразу отметаем, потому что Джерард, который хочет к нам присоединиться, мягко скажем, очень плохого качества. Даже если бы у него не было интереса к химии, его больная спина сразу же встаёт жирный крест на его возможности присоединения. С другой стороны, мы можем согласиться за нейроформер пси-связи, или же за репутацию, которую мы, пожалуй, выберем. Мы примем у себя гостя за 17 репутаций, и, возможно, в будущем фракция Оранжевого Единства станет нашими союзниками. Ну а сразу же с принятием квеста прибывает и наша гостья. На удивление, её прилёт произошёл как никогда вовремя. Она как раз-таки и поможет нам с переездом. Что же касается её особенностей, то единственным негативом является её пиромания. С другой стороны, она довольно хороша в растении и водстве, а значит займётся обеспечением северной базы, заботой о яках и немножко уборкой по месту. Здесь же мы и назначим ей спальное место. И, конечно же, это значит, что Тоби сможет заняться именно достройкой базы. Конечно же, Рэнди не оставляет нас без своего внимания, и на нас набегает ещё один негативный ивент. Полярная волчица сходит с ума в районе северной базы. Ну, конечно же, наши ловушки её сразу же останавливают. И, как мы видим, с двумя колонистами работа идёт гораздо быстрее. Первые гидропоники на новом месте уже построены, и наша гостья сразу же их засеивает. А пока Тоби занимается стройкой, нас посещает торговец из оранжевого единства. В этот раз это торговец оружием, с довольно-таки неплохим объёмным караваном. Похоже, что гости уже знают, какая наша база будет основной, поэтому направляются прямо к нашему Тоби. И, конечно же, мы с ними поторгуем. Хотя вся торговля опять сведётся к покупке нашего любимого пимикана. Потому что больше нам торговать просто нечем. Но пока я этот эпизод записывал за два подхода, поступил заказ на переименование наших яков. Яка-мальчика сказали назвать Як-дамом, а Яка-девочку, соответственно, Як-евой. Будут у нас два вот таких вот первояка. И вновь посреди ночи Рэнди нас радует новым заданием. Пираты охотятся на некого беженца. Лесоруб по имени Джампер бежит и зовёт на помощь. Она говорит, что её преследуют пираты из фракции Огненные Гориллы. Конечно же, если мы ей поможем, то он обещает к нам присоединиться. Но, с другой стороны, опять же не предоставляет о себе информацию. Ну и, конечно же, такие клиенты нам просто не нужны. А Тоби наконец-то завершил постройку нашей новой гидропонной фермы. Хотя нам и пришлось добавить ещё две солнечные панельки. Для поддержания уровня энергии в наших аккумуляторах, конечно же. И, само собой, это означает, что мы можем демонтировать наши старые гидропонные фермы. Они свой ресурс отработали и пригодятся нам только в плане материалов. Ну а чтобы не гонять нашего Тоби лишний раз на север, с этим, пожалуй, справится и наша гостья. Потому что разбирать гидропонные бассейны, это их не строить. Совершенно ничего сложного. Ну и, соответственно, раз на севере у нас уже нет производства еды, то мы переведём наших яков тоже на южную базу. Поставим новый маркер загона здесь же в комнатке. И за две ходочки животных переведём. На удивление, как мы видим, наша гостья сама поняла, что этим нужно заняться. И нам даже не пришлось давать ей команду. Ну а к нам наконец-то прибывают работорговец из оранжевого единства. К несчастью, он немножечко опоздал, и пленница лежит мёртвая и промёрзшая. Но хотя бы радует тот факт, что они к нам начали ходить. И в любом случае мы можем с ними немножко сторгануться. Хотя с нашим одним серебром мы ничего у них не сможем приобрести, даже если очень сильно захотим. Как мы можем наблюдать, наша старая база становится всё меньше и меньше. И мы можем вполне уверенно уже переносить наше производство. Начиная, конечно же, с кухоньки. Её мы временно поставим правое крыло нашей базы. Хотя в будущем кухня, конечно же, будет перемещена. То же самое мы сделаем и с нашим разделочным местом. К несчастью, ни один из приходящих караванов так и не принёс нам необходимого дерева. А значит, разделочный столик мы построить пока что не можем. Здесь же на кухне мы сделаем наш основной склад продовольствия и место для временного хранения тушь, но не трупов людей, которые будут давать нам ненужный дебаф. Кроме того, для ускорения работы, да и для общего облагораживания базы, мы поставим несколько лампочек. По одной в каждой из комнат и ещё одну в загоне с яками. А к нам прилетает ещё одно задание, и прилетает оно довольно вовремя. К нам приближается отчаянный бешенец по имени Вондра. Она утверждает, что лишилась своего дома после недавнего нападения и умоляет дать ей передохнуть в Тоби Лэнде на ещё 12 дней. Взамен она, конечно же, будет помогать нашим поселенцам и сражаться на нашей стороне. Она не принадлежит никакой фракции, и дипломатических последствий нет её смерти, нет её порабощения мы не получим. С другой стороны, если ей у нас понравится, она может нас вознаградить. Поэтому, конечно же, мы это задание принимаем. Тем более, что за вот этой вот Вондра совершенно никто не гонится. Ну а характеристики её такие, что я просто сейчас бы взял её в колонию. Единственным её недостатком является неспособность к простой работе. С другой стороны, она оптимист, и это даёт постоянный прирост настроения плюс 6. К тому же, она ещё и добрая, и одним своим присутствием повышает настроение окружающим. Кроме того, она планетарный мастер общения, 19-го соответственно уровня. А также она очень неплоха в ремесле, медицине и многом прочем. Так что прибытие в Вондра произошло как никогда вовремя. Тем более, что её ремесленному скилу сразу же найдётся применением. Нам необходимо много строительного материала на будущее, и Вондра на Вонна готовит. Ну а квартировать она будет временно с Тоби в одной комнате. Как мне кажется, её доброта нивелирует его же на ненавистничество. Ну и как мы видим, наша новая гость довольно быстро накопила нам нужный сланец для постройки ещё одной комнатки. Это помещение мы назначим нашей лабораторией. По крайней мере до того момента, как мы исследуем более продвинутое изучение. Как видим, много времени постройка не заняла, и значит, что сюда сразу же переезжает наш стол для исследований. Конечно же, вместе с любимым креслицем Тоби из кожи человека. Ну а с переносом наших инструментов для исследования база становится всё более и более пустой. Остаётся найти место для швейной машинки из стали и перенести аккумуляторы. Ну и опять же, в очень временном плане швейная машинка станет в нашей мини-сторожке. Ну а аккумуляторы мы немножко разнесём для безопасности. Один станет там же, а второй мы установим на нашей новой кухоньке. Ну и раз уж на старой базе не остаётся ничего ценного, то, пожалуй, нашу энергосистему мы тоже демонтируем. А обогреватель из бывшей гидропонной пещеры мы переставим в новую спальню Тоби. Конечно, пока что картина получается немножко захламлённой, но в будущем... Нас ждёт сразу же рейд. В этот раз на нас налетают аборигены из фракции гильдии Летучьей Мыши. Похоже, что нас атаковали адепты Бэтмена. Но опять же, это всего лишь одна девушка с луком. К счастью, она хотя бы в пуховике. Атакует она, конечно же, далеко не сразу. Но мы-то особо и не переживаем. Наша оборона довольно крепка. И, конечно же, её попытка штурма здесь же проваливается. С другой стороны, она принесла нам ещё 17 единиц нефрита. В дополнение к тем, что уже падали на нашу карту, возможно, Тоби построит что-то красивое. Кстати говоря, нам несказанно повезло. Пока Тоби расширял нашу аккумуляторную комнату, он заметил маленькую залежь золота. Совсем чуть-чуть, но всё равно очень даже приятно. И вот, как мы видим, демонтаж нашей старой базы практически завершён. Все энергосистемы мы убрали и жизненно важные компоненты перенесли. Осталось транспортировать на новый склад некоторое количество ненужных вещей. Но в целом об этом нашем старом доме мы сможем позабыть. Хотя, мы не позабудем о его ловушках, и вот их-то мы и восстановим. Хотя, эта база будет и пуста, но здесь останется колышек для метания. А значит, в будущем, возможно, какая-то группа воргов сагитируется идти сюда, а не на нашу новую базу. Таким вот образом, возможно, в случае большого рейда, мы в будущем получим маленькое послабление. И как же удачно совпадает, друзья мои. Как раз таки, когда мы демонтировали старую базу, за нашей гостьей Абанкуэйра прибывает Челночок. Конечно же, мы говорим ей в добрый путь и отправляем в родное племя. До встречи Абанкуэйра, возвращайся к нам ещё. И конечно же, с выполнением задания, мы повышаем свою репутацию с оранжевым единством, от 0 до плюс 17. Небольшим минусом ухода Абанкуэйра будет то, что у нас некому заниматься фермерством и животноводством, но пока у нас гостит Вондра, Тоби может об этом не беспокоиться. Тем более, что готовкой может тоже заняться она же. А на этом, друзья, мы, пожалуй, сделаем маленькую паузу. Наш новый дом готов, и большой переезд состоялся. А значит, дальше можно думать о побеге с этой планеты. Конечно же, это будет немножко позже, но я уверен, с вашими лайкосиками мы этого добьёмся. Пока что я напоминаю, что если вам это видео понравилось, то совершенно не грешно будет подписаться и нажать на колокольчик. Ну и как обычно, напоминаю, что у нас есть замечательные группы в Дискорде и ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, добавляйтесь. Пока что всем удачи и до встречи, дамы и господа. Увидимся ещё.